Всем привет! Меня зовут Наталья, и добро пожаловать на мой канал. Здесь я говорю о саморазвитии, личном бренде и о жизни без социальных сетей и смартфонов. Тема этого видео — страх упущенных возможностей, или, как модно говорить, FOMO — fear of missing out. Сейчас достаточное количество классных всяких терминов, таких ёмких и стильных, за которые можно спрятать свою бездеятельность. Под одним из постов в сообществе YouTube вы мне задали как раз-то именно такой вопрос. Вопрос поступил от Оли. Сейчас я вам его прочитаю. Добрый день, Наташа! Не бывает ли у тебя FOMO, когда кажется, что упускаешь что-то важное, когда тебя нет в сети, в соцсетях? Понятно, что сейчас там какая-то цифровая помойка, но хочется послушать именно твои рассуждения. После того, как несколько лет назад я удалила Instagram и не заходила туда сначала месяцами, наверное, полгода или больше, потом я появлялась там крайне редко, и сейчас я там редкий гость, никакого FOMO я не испытывала, потому что меня настолько тошнило от всего того, что там происходит, от того, как она влияет на людей, на человеческие умы и души, что мысли о том, что я что-то теряю, у меня даже не проскакивало. И единственное, что я реально упустила, не находясь в инсте, несколько лет к ряду, это марафоны, и еще я пропустила, почему слово продюсер стало матерным. Все, что я реально упустила за несколько лет моего отсутствия в Instagram. Что же я приобрела? Я провожу опросы среди вас и всегда спрашиваю, сколько времени вы проводите в телефоне. Ну, минимум это часов шесть. Мне отвечают шесть, восемь, кто-то четыре, скромничает. И все это время, все эти часы человека жизни, на что я потратила? Я прочитала десятки книг, я пробежала десятки километров. Я научилась видеть мир прекрасным, без фильтров, свое лицо без этих упоротых масок. Я научилась находиться наедине с собой, слышать себя и свои желания без всего этого инфошума. Я нашла свое предназначение, я определилась тем, кто я и что я могу дать людям. Я на 101% уверена, что постоянно читая чужие мысли, профили, идеи, какие-то кейсы, наблюдая за чужими кейсами, свой бы собственный я не создала. Так что о каком страхе упущенных возможностей может идти речь? Конечно, случаются те редкие моменты, когда я бухаюсь на диванчик вот прямо здесь, беру телефончик, открываю и начинаю там лазить по страничкам самых разных людей, от знакомых до каких-то селеб, заходить в рекомендованное. Но я научилась анализировать то, что я чувствую. Во-первых, это ложное, абсолютно ложное вдохновение. Ты загораешься вот этой вот эстетикой, как красиво, я тоже так хочу, вау, какая она. Но сопоставьте количество часов, потраченных на поиск этого ложного вдохновеньица и количество часов созидательной разумной деятельности после. Насколько часто у вас так бывает, что вы позалипали в инсте, потом отложили телефон и как сделали что-то действительно стоящее? Скорее всего, у вас будет испорченное настроение, и вы будете ползать по квартире, как муха вареная, а потом снова запрыгните в телефон. После чувства ложного вдохновения я иногда могу испытать что-то вроде страха упущенных возможностей. Я смотрю, что делают люди в инсте, которых там сотни тысяч, миллионы, и за один вечер можно добрую сотню изучить, что они делают, а делают они все одно и то же. И социальное влияние так и работает. Ты видишь, что делают другие люди, ты за один реальных человек встретил три, а в инсте ты можешь увидеть сотню. И, конечно, сила сотни будет куда влиятельнее, чем сила трех. Человек поддается социальному давлению, и я могу на это тоже насмотреться. Думаю, блин, они так все это делают, так и терился эти пилят, это все. Там это, я, наверное, тоже что-то типа упускаю. Но, к моему счастью, обладание здравым смыслом – одна из самых сильных сторон моего характера. Я начинаю рассуждать. И самый мой любимый вопрос – это вопрос, чтобы что? Я бы могла снять классный рилс и залететь на миллионные просмотры. Миллионные просмотры не дают вам миллионных продаж. Как вы смотрите рилсы? Вы просто листаете, 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 и максимум раз в час вы зайдете на страничку у какого-то человека. И какова мизерная вероятность, что вы подпишетесь, и какова мизерная вероятность, что вы его запомните. Вы просто листаете, вы потребляете этот контент снова и снова. Посмотрите, как потребляете его вы, и почему с вами будет другая ситуация, если вы будете автором этого рилса. Вас также пролистают куда-то в никуда и забудут. Страх упущенных возможностей посещает меня сейчас в моей поездке. Мы были в Таиланде, в Малайзии, сейчас мы на Бали, потом мы полетим дальше. И, соответственно, иногда мне приходят мысли, что я бы могла делать какой-то офигенный тревел-контент. Но вопрос, чтобы что, страхует меня, дай боже. Я спрашиваю, а чтобы что? Ну вот, я буду снимать тревел-контент, вот эти красивые виды, пляжи, себя такую красивую на этом фоне. Блин, таких блогерок дофига и больше. И есть девочки, которые действительно любят делать вот этот вот тревел-контент, и они этими путешествиями живут. У меня другой случай. И наберут мои видео даже на YouTube, там, сотни тысяч просмотров. Но люди будут искать меня по запросу путешествия. Что я им предложу? Путеводитель. Я не хочу связывать свою жизнь с путешествиями. Ну вот я не хочу, я не хочу быть турагентом, я не хочу открывать отель. То есть это не моя целевая аудитория. Зачем они мне, эти люди? Ну кто-то из них может быть переключиться на вопрос, там, о цифровом минимализме и так далее. Но это кто-то, это единицы. То есть я могу сразу сделать упор на тот контент, который я хочу делать всегда. На потенциальных читателей моих будущих книг. На потенциальных посетителей моих будущих семинаров. На ту тему, на которую я хочу вещать. Мне, я не тревел-блогер, мне это не надо. Зачем я должна транслировать свою жизнь и каждый чих и пых, который не имеет отношения к моей профессиональной реализации? Просто для количества, у меня было количество, ничего кроме депрессии я от этого не получила. Всем голову заглумили, что показывает свою личную жизнь, таким образом ты выстроишь личный бренд. Личный, личный у людей. Такой, сошлось, я пойду-ка сниму, что я ем на завтрак. Как-то так. Когда я смотрю на всех этих идеальных людей в интернете, я пытаюсь найти их в реальной жизни. И сейчас я на Бали, и я здесь была в самых разных местах. Я объездила в весь этот остров, я была в дорогих отелях, я была в дорогих ресторанах. Я встречаю людей, блогеров, я их периодически вижу. И я вам скажу так, что от картинки в Инсте они отличаются настолько, что это даже уже не смешно. Это крипово. Они не производят впечатления ролевых моделей, людей, за которыми стоило бы следовать. Я уверена, что ты сейчас сидишь комплексуешь, насмотревшись на других блогеров. Но если ты пообщалась бы с ними лично, страх упущенных возможностей развеялся бы сам собой. Ты поняла бы, что все с тобой в порядке, дорогая. Ты умная, ты смелая, ты справишься. Ты не дура, ты не идиотка, ты не уродина. Просто ты равняешься на иллюзорную картинку, которой не существует. Ее нет. И, соответственно, тебе до этого уровня эстетики не дотянуться, потому что им никто не обладает. Никто. Время летит очень быстро сейчас. Все ускорено, как будто на промотке X3. Пропустишь какой-то один вагончик, влетишь в другой. Этот поезд бесконечный, кроме количества времени, которым ты обладаешь. Вот это да, это то, о чем следует переживать. Поэтому, когда ты часы тратишь на листание социальных сетей, ты должна переживать не о том, что ты упускаешь какие-то возможности, а то, что ты просто смываешь в унитаз свое время и свою жизнь. Выбери уже что-то одно и работай в этом направлении продолжительно и монотонно. Строй фундамент своего личного бренда и трендики здесь вообще ни при чем. Может быть, я не пилюрился и не влетаю с ними в миллионные просмотры. Но когда я анонсировала свое первое коммерческое предложение, у меня сразу начали покупать. У меня сразу появились клиенты. Значит, путь, который я выбрала для развития своего личного бренда, работает и без инсты, и без всяких этих трендов, без этого инсташума, и без страха упущенных возможностей. Сейчас стоит скорее говорить не о страхе упущенных возможностей, а об условном рефлексе собаки Митрошиной. Вот с одной такой собакой Митрошиной я как-то вязалась в спор. И она отрицает в принципе зависимость от телефона, от социальных сетей как явление. Ну, а что ее еще делать? Она не выныривает из него. И она мне заявила, что я отрицаю технологический прогресс, отрицая возможности инстаграм. Да я не отрицаю возможности инстаграм. И Митрошина огонь женщина. Я восхищаюсь, и она классная. Я никогда не следовала за ней. Но с учетом того, что о ней все говорят, она большая молодец. То есть она хочет сказать, что в 21 веке инстаграм это единственная возможность развивать свой бизнес и личный бренд. И то есть если отказаться от инсты как от одного из инструментов, то у тебя нет других возможностей. Не это ли есть отрицание технологического прогресса? Или у меня с логикой что-то не так? Когда мне Катя, Катерина Пелецкая, мой друг и наставник по личному бренду и репутации, рассказала, как это все работает, у меня реакция была, как из мемасиков. А что, так можно было, что ли? А что можно работать без вот этих всех токсичных социальных сетей? А что можно не позориться, снимая все вот эти штучки? Что действительно можно без этого, можно сосредоточенно создавать фундамент своего личного бренда, не касаясь всего этого дерьма? Это было самое сильное вдохновение на работу, реальное вдохновение, которое я испытала в своей жизни. Страх упущенной выгоды и, например, всякие там синдромы самозванцев рождаются в пустоте. Если вы ничем не заполняете пустоту своей жизни, жизнь заполнит ее сама чем-нибудь, и чаще всего это какие-то негативные и навязчивые мысли. Ну, так устроен наш мозг. Если мы не думаем о чем-то конкретно, мы начинаем тревожиться, переживать, искать проблемы, недостатки, комплексах копаться, думать, кто нас не любит, кто нас ненавидит и так далее. Так мы устроены. 99% времени я занята своей жизнью. У меня расписана каждая минута, и я всегда знаю, чем заняться, и то, чем я занимаюсь, я хочу это делать. Я занимаюсь спортом, я читаю, я очень много пишу, я пишу книгу, я пишу сценарии, я пишу статьи для блога, я записываю постоянно какие-то свои идеи, я снимаю видео, работаю над сайтом, пишу руководство. У меня столько уже всего создано и сделано, что я просто даже не успеваю всем этим делиться и как-то это структурировано вам подавать. Вы пишете мне, что я открыла вам глаза, что я изменила вашу жизнь к лучшему. Вы просите у меня совета, вы покупаете мои руководства. Я и то, что я делаю, вам нужно. И о каком страхе упущенных возможностей или синдроме самозванца может идти речь в таком случае? Секрет в том, что прекратите потреблять и начните создавать. Вы постоянно смотрите на других, но сами ничего не делаете. Как только вы найдёте своё предназначение, начнёте что-то делать, что-то вот создавать, у вас не будет времени. Вы заполните пустоту внутри себя сознательной деятельностью. И для всяких вот этих штук странных, модных у вас не останется места. Надеюсь, что я, Оля, ответила на ваш вопрос. Спасибо, что посмотрели это видео и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok